Выращивание винограда качественного и в больших объёмах требует немалых инвестиций, вернее, внедрения различных технологий. Братья Вайпан и Скайнар с успехом используют современные технологии. Ирригационная система контролируется как физически, так и на дистанции. Система орошения подключена ко всем плантациям – черешни, сливы и виноградника. В зависимости от времени и метода ирригации работает программа по контролю различных параметров – качество земли, температура, объём необходимой воды, а также момент приостановки подачи воды. Эта система очень у нас развита. Виноградные плантации занимают сегодня 28 гектаров. Начинали с 10, говорит Любомир Вайпан. Новые посадки решили модернизировать путём формирования лозы по методу пергола. Сергей Тутаван отметил высокопроизводительность и эффективность перголы. В случае вертикальной шпалеры или традиционный способ, как у нас врача виноград, мы практически используем всего лишь одну треть поверхности земли для производства организма вещества, в котором участвует солнечный свет и зелёные листья. В случае перголы у нас появляется возможность покрыть полностью. Вот посмотрите сейчас на панораму, которую мы имеем. Если сверху смотреть, вся поверхность земли, рядов не видно ничего, здесь сплошной ковёр из листьев. Вот это и позволяет нам, это и есть тот резерв, который позволяет увеличить производительность, ну давайте, минимум в два раза. Урожай на высокой шпалере, то есть в привычном нашем понимании виноградники, колеблется от 12 до 15 тонн с гектара. В этом году с кайнарских виноградников собирают до 30 тонн. Что требуется для перголы? Для перголы требуется желание и вода. Потому что те же наши коллеги итальянцы, они говорят, ну на аква, но он пергола. Нет воды, нет перголы. По словам Сергея Тутавана, в наземных и подземных источниках воды повышенное содержание солей. Которое может за 10-15 лет сделать нам почвы уже почти непригодные по засолению для сельского хозяйства. Здесь надо очень внимательно подходить к этому вопросу. Единственными водными ресурсами с пригодной для полива водой являются реки Днестр и пруд. Но не только полив требуется для виноградников. Братья Вайпан установили систему фертигации, комбинации орошения и внесения жидких удобрений. Сегодня в Молдове более 300 гектаров виноградника выращивается по методу пергола. Такая арочная конструкция позволяет легко и удобно собирать виноград. В Кайнарах в основном сорт Молдова, пользующийся спросом на европейском рынке. На предприятии «Братья Вайпан» виноград хранится в холодильной камере при температуре минус один. Оксид серы служит дезинфицирующим средством для винограда. На весь ящик надевается полиэтиленовый мешок с отверстиями. В холодильной камере виноград хранится при температуре минус один до поступления на продажу. Температура минус один градус по Цельсию является оптимальной для хранения винограда. Хвостики остаются зелеными, а это особый критерий свежести и качества продукции. Виноград из Кайнар поступает на рынки Италии, Испании, Румынии, а в этом году – Польша и Хорватии.